Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Аккумуляторщик. Продолжаем собирать наши истории. Сегодня история, которая произошла не так уж давно, буквально вот на днях. Приобрел я на Алиэкспресс тестер Lankol. Обзор, кстати, вы его видели. Вот он, этот тестер Micro 200. Приобрел я его на Алиэкспресс у так называемого перекупа, то есть это не официальный был магазин, а такой посредник, который покупал у фирмы и перепродавал. Вот, он меня, ну, так скажем, чуть-чуть обманул. Он прислал мне версию без русского языка, хотя в описании было указано, что мы выберем язык в соответствии с вашей страной. Об этом я говорил на видео, я открыл спор. Поначалу мне ни продавец, ни Алиэкспресс меня не поддержали, но я обострил спор. В итоге отсудили мне 500 рублей, но это всего лишь 25% стоимости. Можно было подать больше, но я не стал, так скажем, наглеть, потому что я считаю это оптимальной компенсацией. Кстати говоря, если вас там как-то обманул продавец, не соответствует описанию товар, либо доставка не соответствует, обязательно открывайте спор, настаивайте на своем и обязательно победите, так скажем. Но история касается не этого. Вот, ну, позже я списался с официальными представителями вот компании Lankol, вот этой вот китайской, на что пожаловался, что вот их продавец как-то, ну, некорректно себя ведет, который продает их товар, и этот товар у него исчез из наличия. Ну, может быть совпадение, может быть нет, не знаю, вот, ну и мне предложили небольшую скидку для того, чтобы, то есть, снять обзор на их другое устройство, возможно, вы его увидите в дальнейшем, пока еще все идет на стадии переговоров, и они говорят, слушай, такое дело, то есть, ты же русский? Я говорю, ну да, вроде как русский, в аккумуляторной теме, говорит, шаришь? Я говорю, шарю. Ну, перевод был такой, то есть, они переводили с китайского на английский, а я с английского на русский, и, соответственно, в обратном направлении, вот, говорили, можешь нам русифицировать вот этот вот прибор? Мы, говорит, тебе вышли в экселевскую таблицу, они мне ее и выслали, и вот, переведи-ка, давай-ка. Мы все с вами пользуемся тестерами, я не раз показывал своих обзоров, и, честно признаться, после того, как они мне прислали вот эту вот таблицу, я на самом деле понял, что английский язык — это лучший язык для тестеров. Дело в том, что там все так гармонично, идеально именно на английском языке, что русский не подходит особенно никаким боком. Мы часто видим какой-то либо корявый перевод, либо что-то не переведено и так далее. Так вот, присылают они мне вот эту таблицу, говорят, переведи. Я читаю, я все понимаю прекрасно, что значат эти функции. Вот вы видите часть вот здесь вот на экране, то, что там было. Но существует в технике определенное ограничение по количеству символов, то есть в определенном месте может быть определенное количество символов. В основном это 16 символов с учетом точек, пробелов и так далее. И у меня просто не влазят русские слова, то есть я вот пишу, а они вот не влазят. Их приходится как-то сокращать, и это получается криво и довольно неудобно. То есть английское слово, два там слова, они прям вот идеально ложатся в понимание, что это там конкретный какой-то тест, либо там запустить мотор, либо еще что-то. А в русском языке, то есть это слово оно огромное, либо там вот проверка типа напряжения, да. То есть когда проверка стартера идет, по итогу типа стартер норм, это понятно. А как низкое напряжение, то есть низкое напряжение просадки в 16 символов, как это уложить, это нереально. Я написал все, что смог, вместил, сокращал, ставил точки, дефисы и так далее. После чего некоторые моменты я, конечно, не понял, потому что в каком контексте используется. То есть перевести можно легко, да, но в каком контексте это используется непонятно. Они сказали, все, ладно, спасибо тебе большое за твой перевод. Босс, то есть это был какой-то вот сотрудник вот этой фирмы, он говорит, босс уже там, значит, с другим русским каким-то скорешился. Он ему, говорит, все переведет, но тебе спасибо. Они мне прислали потом перевод вот этого русского, говорит, посмотри там, нормально, нет? Я посмотрел, ну, нормально. А что, по-другому там особо не вставишь. Никаких других слов, то есть хочется, конечно, по-понятному, по-развернутому все написать, но это ограничивается количеством символов вот в этом тестере. Много написать, увы, нельзя. И у нас вот слова, то есть напряжение, сила тока, это уже выбивается из вот этих показаний. Поэтому мы довольствуемся, так скажем, тем, что есть. И подобрать вот эти вот емкие и короткие слова очень довольно-таки тяжело. Я вам оставляю этот документ внизу в описании. Можете скачать и попробовать себя в роли русификатора, так скажем, вот этих вот приборов. Посмотрите, как это вот легко, сложно для вас или нет. Обязательно необходимо соблюдать количество символов. Это важный момент. То есть подобрать настолько емкое, точное слово, чтобы вот было четко, так скажем, понятно человеку, который пользуется этим прибором. Поэтому пока мое мнение таково, что лучше использовать на английском языке тестер. Там не так уж и много функций, чтобы все довольно-таки легко понять. В частности, вот с этим тестером мы легко разобрались, чем корявый русский язык. Вот такой вот видеоролик получился. Кто что думает по его поводу, пишите вниз в комментариях. Если у кого-то есть какая-то история, подкрепленное фото-видео, вот здесь вот указан e-mail. Можете присылать туда свои истории. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.